Век живи, век учись. Именно с таким девизом по жизни идут врачи медицинских учреждений Тверской области. В областной клинической больнице прошел учебный семинар в рамках проекта «Школа главных врачей». Как это было и какие темы поднимались на встречи, расскажет Наталья Федорова. Центр практической подготовки организаторов здравоохранения «Школа главных врачей» был создан по инициативе губернатора Тверской области. Такие встречи проходят с 2019 года раз в месяц в виде семинаров, круглых столов, а также мастер-классов. В таком режиме работать комфортнее и, наверное, более эффективно, потому что люди могут задавать вопросы, возникает диалог. В основном это, так называем, форма наставничества, когда собираются все разного уровня главные врачи, кто-то с большим стажем, кто-то начинающийся и обсуждается такие все тревожные вопросы. В основном, практическое направление. На семинаре были подняты такие актуальные вопросы, как состояние хирургической службы, внедрение клинических рекомендаций в практику, а также вопросы национальных проектов. У нас внутри нашего диагностического центра реализуются шесть наших подпроектов, которые в том числе согласовались и здесь с одним из руководителей одного из направлений школы главных врачей. Интересен и тот факт, что на таких ежемесячных встречах присутствуют руководители не только из Тверской области, но и из других регионов. Например, из республики Татарстан. У нас приезжают специалисты из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Татарстана. То есть мы пытаемся привлечь специалистов других регионов, которые делятся своим опытом. Это очень приятно. Также в рамках занятий врачи совместно с сотрудниками прокуратуры и специалистами Роспотребнадзора обсудили вопросы экологической безопасности. В частности, речь зашла о решении проблемы дефицита специалистов по обращению с медицинскими отходами в Тверском регионе.